Всем привет! Давай я расскажу тебе три истории, как находясь в Барнауле добиться успеха. Пойдем! Вариант номер один. Ты осваиваешь фотошоп, со временем создаешь свое брендинговое агентство, которое потом входит в десятку лучших агентств России. Ну нет, звучит как-то нереально. Вариант номер два. Ты создаешь группу во Вконтакте, объединяешь людей едиными целями, совместно делаешь добрые дела, и потом твоя группа становится самым большим сообществом в Алтайском крае. Ну не, размечтал. Вариант номер три. Начинаешь разрабатывать сайты и уже через несколько лет ты работаешь с зарубежными компаниями в проектах под одного миллиона рублей. Погоди, погоди. Я знаю, что ты скажешь. Это все сказки. Ну тогда добро пожаловать в сказку. Это проект родился-пригодился. Третий выпуск. Три героя. Суммарный приз в сегодняшнем розыгрыше. 300 тысяч рублей. Ну что, поехали? Хотя нет. Полетели! Вот нет ощущения авторитетности. Потанил с гопниками, ругался постоянно. Мне деньги отжимали. Сотрудничество с властью. Это зашквар. А кормить будут? Мы пиарим политику. Секрет есть, но я вам его не скажу. Сколько? Нет. Выпуск три. Полетели! Сейчас интернет позволяет работать где угодно. Вот у меня есть фотографии, многие пользователи, я знаю, отмечают. Мы прям в горах сидим, где есть интернет и связь. Ставим ноутбук на столик и ты работаешь. Это возможно. У меня есть очень многие знакомые, которые зарабатывают в горах, сидя в горах через интернет. Онлайн-юридические услуги, бухгалтера, дизайнеры. Все, что на фрилансе, можно хоть где зарабатывать, хоть в Африке. Главное, чтобы интернет был. Поэтому я сейчас нахожусь в Барнауле. Я могу выезжать куда-то в командировки месячные, улетать, ненадолго уезжать. Но, в принципе, я здесь нахожусь и мне это не мешает работать. Я допускаю, допускаю, что в ходе развития, так как я хочу дальше развиваться, масштабироваться, мне придется на время куда-то уехать. Но я тебе так скажу, сколько бы я стран не объездил, где бы я не был, лучшее место то, где ты родился и вырос. Особенно по ментальности. Да, хорошо в Италии, в Швейцарии, где мы были, проехали, там реально просто рот открываешь от красоты. Но ментальность людей там непонятна. Нам там сложно. Просто, понял, в социуме. Здесь климат, проблема. Но в целом, реально, кто на Алтае родился, вырос и даже куда-то уезжает, все равно вот здесь, это родное место, куда ты хочешь сюда вернуться. Хотя бы ненадолго. Когда мы придумываем рекламу, мы так или иначе стараемся людей немножко подбомбить, чтобы у них что-то подгорело. Либо страсть, либо боль. Да, то есть что-то задеть какую-то тему. Вот лично меняю эту тему, когда мы придумывали эту рекламу, валите в Питер. Меня эта сама тема очень бесит, естественно. Но это сейчас один из важных факторов оттока молодежи из Алтайского края. Все едут в города миллионий. Вот, меня это, естественно, бесит, потому что у меня из-за этого не хватает кадров. Потому что, может быть, где-то в глубине души я сам хотел свалить. Но у меня все сложилось лучше на тот момент, чем у тех, кто валил. Поэтому я остался здесь. Ну, серьезно. То есть, кто валил, вот мои друзья, они ехали ни с чем. То есть, ну, простите меня, мои друзья, но вы ехали пустые совершенно. В свои Москвы, в свои Питеры. Вы ничего не имели за душой на тот момент. Это было нормально, вы были выпускники вузов. То есть, я на тот момент сознательно не поехал, потому что у меня уже что-то было. Мне было жалко это. Почему уезжают? Слушай, мне кажется, по разным причинам уезжают. Конечно, большие города очень классно. Это такие огромные бренды, которые притягивают к себе эту энергию. Они умеют классно про себя снимать, рассказывать. Про них снимается кино. Их манит, мне кажется, это брейнинг манит. Брейнинг городов. Про Нью-Йорк куча фильмов снята. Про Нью-Йорк. Про Москву куча фильмов снята. Где талантливые люди показывают ее, где они там рассказывают. Про Барнаул что-то я не припомню таких. Ну, по крайней мере. Кроме тех, что мы делаем. У нас есть интересная такая история. В этом году к нам переехал жить из Москвы парень и работать у нас. И очень сейчас доволен на позицию руководителя проекта. Поэтому есть какой-то уже отток от куба. Люди там поняли, посмотрели, что это такое. И не всегда там комфортно. Как москвич вообще сейчас живет в Алтайском крае? Нравится ему что? Ему нравятся, как думаете, цены? Он в восторге от того, что здесь происходит летом по погоне. Нет, ну согласитесь, летом здесь очень прекрасно. В отличие от унылой Москвы. И очень нравится то, что мы даем в плане обучения нашей компании. Давай съездим в Нью-Йорк. Давай съездим в Нью-Йорк. И поехали в Нью-Йорк. Сколько стоит съездить в Нью-Йорк? На 2016 год, это была весна, наверное, вся поездка вышла 1350. На скольких? На двоих? Плюс-минус, да, на двоих, на двоих. Причем мы там особо не шиковали, там просто очень дорого. Приезжая с Нью-Йорка обратно, не хочется больше не жить в этом городе? Нет, не хочется, абсолютно наоборот. То есть, вот я откуда приезжаю, когда, да? У меня были первые разы, когда я из Москвы там первый раз прилетал. Я довольно поздно впервые поехал в Москву. Прилетел из Москвы, у меня была депрессия две недели, потому что что? А потом я как-то приловчился. То есть, уезжаешь в другой город, в другую страну, потом приезжаешь, а тут тоже неплохо, например. Ну вот как раз, что здесь неплохо? Ты знаешь, как-то, ну, на улицах чисто, например. Вот если побывать в Китае или в Италии даже, там грязно почему-то. Там, бываешь, ты идешь, и тебе может на лицо просто какая-нибудь ссаная тряпка прилететь, который ветер раздул из вот такого пакета мусорного, который висит у кого-то с балкона, понимаешь? Вот, например, вот как-то в целом как-то уютное устройство архитектуры. Я не знаю, то есть, в целом тут неплохо. Например, в отличие от того же Новосибирска, где я себя не ощущаю, ну, некомфортно, потому что там просто не очень все спланировано, вот, по крайней мере, в центре. Здесь все здорово. Три минуса города Барнаула. Что наболело? Слушай, ну, наверное, меня бесит немного вот баловость такая. Ну, то есть, сюда же можно отнести, что мало каких-то движников, событий, мало что-то, вот, каких-то туз, хотя, конечно, от них быстро устаешь, но в целом хотелось, чтобы было побольше. Потом здесь, конечно, не нравится, опять же, блин, в эту же всю тему, что нет каких-то культурных событий, то есть нету, ну, мало концертов, да, мало концертов всяких мировых групп здесь, то есть надо ехать в ближайшую Новосибирск или в Москву, например, никто не приедет тебе спеть песню, вот. Мало всяких, например, крутых кинопоказов, хотя у нас что-то делают в этой сфере, но, опять же, мало, хотелось бы больше. Почему из города уезжает молодежь, и что нужно сделать городу, чтобы это предотвратить? Что сделать городу, что сделать региону надо, и регионам, она же из всех регионов уезжает, это тенденция всей страны, Москва пылесосит мозги всех молодых людей, ну, реально, это грубо сказано, но это так, потому что там среднее ЗП выше, мы находимся в днище, без обид, Алтайский край. Перспектив здесь для молодежи, как они видят, их мало очень, то есть реально, дальше, если смотреть наперед 15-20 лет, если будет все дальше так же продолжаться, это очень грустно. Вот давайте прям без обид, здесь многие, знаю, начнут там описать, но вот посмотрим по факту. Твои же комментаторы в Барнолл-22. В Барнолл-22 ребята оценят сразу, но давайте смотреть правде в глаза, большой отток людей в целом из сибирского федерального округа уходит в сторону европейской части России. Это низкое ЗП среднее, маленькие, получается, по количеству свитом, ну вот в целом по погоде, если взять, у нас реально суровые условия в Сибири. На Алтае они еще более-менее, ну взять Новосибирск, да и туда, то есть они реально суровые, у нас полгода мы выживаем. Поэтому что надо сделать? Все, что связано с социалкой, для счастья надо мало. Реально, людям необходимо поднять среднюю заработную вкладу, дать рабочие места, которых сокращается очень сильно, а дальше они еще будут больше сокращаться, чтобы они могли реально получать доступное жилье, ну и, собственно, свои потребности здесь реализовывать. Многие люди не могут себя реализовать в городе, это факт. Ну, давай, хорошо. Мы идем по пустому Арбату, кстати, ребятки, прямо вон. В пятницу. В пятницу вечером по пустому Арбату, это ненормально. Три плюса города. Три плюса? Основных, главных для тебя. Ну, он очень уютный и красивый. Я это, знаешь, еще очень больше оценил, когда проехал по многим городам нашей страны, особенно по Дальнему Востоку и по сибирским городам. И я реально очень полюбил этот город, потому что только когда ты выходишь за зоны комфорта, ты начинаешь ценить там, где ты живешь. Отъедем в Бийск, соседний Рубцовск, в Омск, еще куда-то. Реально город Барнуул, красивый город. Сейчас с хорошими дорогами, комфортный, комфортный в плане передвижения, 20-30 минут ты реально можешь делать дела на машине. Вот в том же Новосибирске ты можешь стрелять на час, два, три в пробках. Вот. Это вот основных три плюса. Барнаул. Вам он нравится? Мне очень нравится здесь летом, и я терпеть не могу нашу зиму. Можете сказать три минуса города? Барнаул. Господи. Во-первых, он очень скучный. В чем? В людях? Негде погулять, негде походить, негде, не знаю, что-то поделать. Действительно, у нас очень небольшой пятак, где можно погулять там по вечеру. В отличие от Москвы, где ты можешь ходить целыми часами или ездить на велосипеде. Климат, климат зимой, ну, конечно, он не впечатляет. И, наверное, далеко отовсюду транспортная недоступность. Если ты хочешь куда-то улететь в интересное место, ты попадаешь на перелет в Москву, и потом на какое-то ожидание долгие перелеты. Три плюса города? Он компактный, здесь довольно быстро можно до всего добраться. Неплохая инфраструктура, в том числе, не знаю, по учебе, по больницам и так далее. Третий. Все еще не развалилось окончательное образование. Есть хорошие, интересные кадры, интересные ребята. Ну, вот все-таки есть тенденция переезда в большие города. Как думаете, вот с чем это связано именно в плане молодежи? Это раз вопрос. И второй, как это избежать, на ваш взгляд? Если бы вы могли бы что-то изменить в Алтайском крае, как бы вы удержали молодежь? Смотри, почему люди уезжают? Они, во-первых, хотят карьеры, хотят денег, и в этом плане, конечно, в Москве больше возможностей. Ну, и хотят люди попутешествовать, посмотреть мир. А здесь, отсюда, сделать это гораздо-гораздо сложнее. А как этого избежать? Да, это неизбежно. Это неизбежно. Думаешь, что нужно делать, чтобы предотвратить этот отток молодежи? Ну, в рамках России я не знаю, что делать. В рамках мира такое уже придумано. В рамках нашего города? В рамках нашего города. Вы из города из нашего не уезжали? Из Алтайского края? Мне кажется, банальные вещи. Улучшать сам город, то есть тупо внешний вид города. Ставить лавочки, ставить какие-то арт-объекты, ставить какие-то штуки. То есть, чтобы город напоминал прогрессивный город, а не провинциальную дырку. Да, что-то делаются, какие-то фонари, какие-то набережные, какие-то выставки делаются. Но пока этого мало все-таки, мне кажется. Улучшать удобство передвижения по улицам. Например, если у вас есть дома коляска детская, если вы с детем гуляете, то вы поймете, что город наш не очень домен для прогулки на коляске с детем, потому что она все время вот так вот натыкается на всякие барьеры. Если у вас есть велосипед, то вы тоже поймете, что город не предназначен для велосипедных прогулок, потому что везде вот так вот пандусов мало где есть, например. То есть, банальная городская среда пока не развита. Пока. Но что-то делается, да. Это лучше, чем было 10 лет назад. Можно объективно чувствовать себя тут богаче, чем в Москве. Вот у меня есть знакомые, которые живут в Москве. Они живут в Москве, но они себя такими нищебродами чувствуют, потому что они получают там те же 100-120 тысяч в месяц. Там 40 они тратят на квартиру, условно говоря. Еще там дофига они тратят на проезд, на всякие метро, каршеринги и прочее. Вот и получается, что у них на жизни остается вот столько, потому что как бы... На жизни у них как вариант остается ровно столько, сколько они зарабатывали в городе. Ну, типа того. Да. Чтобы сразу ввести зрителей в курс дела, кто вы такой и чем занимаетесь, хочется сказать, что IT-сфера, она в принципе переполнена и так непонятными названиями для простого жителя города, а в вашей названии компании Sibirix есть еще такая вставка Scrum Studio. Да. Вот давайте объясним сначала, что такое Scrum, а потом мы объясним, чем вы вообще в целом занимаетесь. Мы занимаемся разработкой сайтов программного обеспечения мобильных приложений, это так вкратце. А Scrum это подход к разработке программного продукта, когда не надо писать большое толстое техническое задание, можно любую часть проекта менять на ходу, переделывать все, что тебе требуется в любой момент времени, не придерживаясь толстых технических заданий. Очень долго вы времени ходите в топ-10 диджитал студий. Знали ли вы, что в 2003 году, будучи студентом технического университета, это все выльется вот в такой масштаб и вообще вот о периоде 2003 года и создания можно с вами поподробнее? Расскажите, как все создавалось? Слушай, мы были студентами, сидели на скамеечке, думали, чем бы нам заняться, пили вино и ели сыр с косичкой, и тут, короче, случилось землетрясение вот это вот глобальное на Алтае, тряхануло, и мы подумали, а что бы нам не заняться разработкой софта, сайтами, ну и как-то вот такое дело пошло, спонтанно, абсолютно случайно, абсолютно непредсказуемо. Город Барнаул, 2003 год, кому нужны были сайты вообще? Нужно было искать заказчиков, нужно было объяснять, что это вообще в принципе нужно и зачем, и постепенно-постепенно тема раскочегарилась и пошла вперед. Ты основатель сообщества Барнаул-22, которому в этом году 6 лет исполняется, все верно? Да, исполнялся. Все это прикольно, но кем ты был 6 лет назад до появления этого сообщества? Да вообще легко просто. Как на раз-два, раздача листовок на Ленинском проспекте, далее работа промоутером на вечеринке, билеты продавали, раздавали, листовки и так далее, далее делали уже свои вечеринки, делали мероприятия свои, это уже вот в универе, да, вот эти все темы. Ну и собственно потом уже из офлайна, из наших мероприятий, тусовок, вечеринок и автомобильных мероприятий всяких мы переросли в сообщество в онлайне, вот такая вот тусовка из офлайн в онлайн. Ты, получается, был основателем PankU Brands? Ну да. Расскажи, пожалуйста, чем вы занимались и как вообще пришла идея о создании PankU? Ну, мы занимались тем же, чем мы сейчас занимаемся, собственно, занимались сначала дизайном просто, была дизайн-студия просто, а потом это уже мы стали наворачивать туда экспертизы какие-то креативные, то есть стратегические экспертизы, то есть мы превратились, как нам хотелось думать, мы превратились в брендинговое агентство, то есть мы не просто рисовали картинку и отдавали клиенту, а мы под эту картинку подкладывали, ну, какое-то исследование, большое или маленькое, какой-то смысл, вот. В принципе, мы занимались тем, что упаковывали чужие бизнесы. В каком году вы создали PankU? В 2009. В 2009 году? Как это произошло? Как произошло? Я после прошлой компании «Жил Смайл» в Оклемово-Содома около года, то есть поработал фрилансером, денег особо не было, были какие-то клиенты, которые до сих пор что-то заказывали, как у фрилансера, то есть были, правда, и крупные клиенты, был, например, Барнурский пиваренный завод был. Это еще на моменте фриланса? Да. Ну, то есть мы его вот как вели, как случайно познакомились там, со знакомой девочкой-маркетологом, вот, она нам пригласила нас делать рекламу. Вот. Работали там с Pistols, например, работали там с парой кафе, работали с БПЗ. Вот. И, собственно, с моим тогдашим партнером, вот, Ильдаром, там, и я написал про него какой-то пост, что вот Ильдар, типа, там работает, я его не знал раньше, у него неплохие работы, но кое-что там у него там заимствовано, как мне кажется. И он увидел пост, сказал, ты что, офигел, что ли, приходи, поговорим. Мы пришли, я пришел к нему, то есть мы попили пиво и решили вместе открывать студию. То есть у него была студия в тот момент, тоже уже на излете, то есть у него был офис, была мебель, он съезжал с этого офиса. И мы через месяц, это было в июле, а уже в конце августа мы встретились и начали искать себе новый офис, и уже начали работать вместе. То есть... Сразу работа круто началась в панках? Слушай, ну, не знаю. Наверное, у нас сразу уже были проекты. То есть сразу как встретились, уже были у каждого свои клиенты, которые плавно стали общими клиентами. Мы сразу начали везде выставлять там свои работы. Через год начали ездить на фестивали рекламные, уже познакомились с ребятами. То есть первый год мы работали там, у нас было максимум 5 человек, к моему. А потом следующий год, ну, это уже стало 15 человек. То есть мы уже поняли, что мы не дизайн-студия. Леш, смотри, давай поговорим про твое детище. Одно из основных, с которым ты, собственно, и прославился, это сообщество Барнаул-22. Когда ты его создавал, ты думал о том, что это вот настолько масштабно будет? Ну, я себе ставил план, что мы за 10 лет станем крупнейшим сообществом на Алтае. Это я четко себе понимал и даже, знаешь, так по цели разбивал. То есть как это вот, да, достичь из тусовки, перерасти в это. Но перевыполнили его, за три года сделали. Ну, давай как раз какими средствами продвигали и раскручивали группу? А понимаешь, а как средства, как вот? Я, собственно, заложил основные принципы, которые сейчас у нас, они главные в сообществе. То есть у нас сообщество, это такая тусовка внутренняя, построенная на взаимопомощи, на добрых делах и на тех новостях, которые мы ежедневно с ними сталкиваемся и обсуждаем все, что происходит вокруг нас. И вот именно взаимопомощь, я здесь подчеркну, что именно люди внутри сообщества, которые друг другу могут помочь. То есть осветить какую-то проблему, вынести ее в общество, ее начнут решать или им помогут другие люди. И то есть вот такой вот принцип, который сейчас они действуют, мы от них не ушли. Они заложили вот такую тему. И благодаря только этому, я считаю, мы вот за три года сделали, за три, за четыре. Сейчас уже шесть лет, и, соответственно, мы уже по всем платформам, мы разрослись, везде разная аудитория. Мы не только среди молодежи, но и взрослые люди, в одноклассниках 165 тысяч, в Инстаграме 108 тысяч, в ВК 300 тысяч перевалили. Сейчас Телеграм, и сайт люди читают, и которых нет в соцсетях, люди читают сайт. Ежедневно тысяча людей. Вот даже для меня это удивительно. И он монетизируется. Есть сейчас альтернативные площадки, чем вы занимаетесь только, назовем их конкуренты? Да нет, конечно, есть. Есть тысячи пабликов, тысячи сообществ. Но понимаешь, кто-то создает сообщество только для заработка. Вот я создал сообщество, и оно ради рекламы работает. Вот так люди зарабатывают. У нас есть основные конкуренты, как их если называть, среди сообществ. Но именно с такой структурой, с такими принципами сообщества, которые делают мероприятия, оффлайн-события, большие акции, таких у нас нет. Почему именно у тебя тогда получилось создать вот такое большое сообщество? Потому что у меня организационные способности есть. Я думаю из-за этого. То есть я не просто где-то админю, а почту прикольной картинки, обсуждаю тему и ловлю, как называемый, как многие люди любят выражаться, хайп на каких-то проблемах. Мы берем проблему с людьми и решаем. Вот это реально притягивает людей. И я за то, чтобы больше таких сообществ было. Есть какой-то потолок в развитии сейчас Барнелл-22 сталкивается? Да, я уже столкнулся везде. Где? То есть я ВКонтакте столкнулся с потолком. У нас на данный момент 6 лет сообщества на той неделе стукнуло. 12 сентября 2013 года мы опубликовали первый пост. И, собственно, вот 12 сентября прошло 6 лет. У нас ВКонтакте мы достигли так называемого потолка. То есть у нас вот мы за 300 тысяч перевалили, хотя я знаю, люди спорили и на 50 тысяч, и на 150 тысяч, что мы не перегнем эту планку. Но вот как бы достигли 300 тысяч, и у нас аудитория в данный момент везде растет. Что бы я ни делал, она уже не растет резко. То есть мы вот потихоньку-потихоньку растем. По статистике, по прибавлению участников сообщества где-то 100-200 человек в сутки в среднем добавляются. Это чистых с учетом отписки. То есть где-то 30-50 отписываются, потому что интерес пропадает, либо надоедает негатив в комментариях. То есть по каким-то причинам отписываются. Но в среднем 100-200 при рост. В Инстаграме, в Одноклассниках, в ВК везде идет рост. И я думаю, что мы все равно уже почти достигли пика. И моя проблема теперь удержать аудиторию. То есть вот мы эти принципы заложили, чтобы эти принципы не нарушались. Как вообще сейчас IT-сфера развита в нашем городе? Очень много появилось компаний, которые так или иначе связаны с IT. Очень много выносятся сюда разработки. Программистов, дизайнеров, разработчиков всего этого крайне всем не хватает. Но тем не менее стараемся и мы, и наши коллеги прокачивать кадры, проводить какие-то стажировки. У нас очень сильная программа была в этом году по стажировке на программистов, на дизайнеров. И даже те, кто успешно ее прошел, могли покататься на самолете. Но к этому шок-контенту мы вернемся чуть позже. Есть вообще конкуренты в городе у вас? Мы не пересекаемся, скажем так, по клиентам практически ни с кем. Потому что работаем все же на Запад, на Москву, на Питер. А по кадрам, да, бывает, конкурируем. Ну вот как раз давайте тогда о клиентах. Кто ваши клиенты вообще? На данный момент Северсталь из известных Aromatec работали с Cisco, с Disney. В общем, большие, хорошие бренды. Disney западные? Да. Что вы им делали? Несколько страниц про продвижение их мультфильмов. Когда запускается какой-то продукт, обычно идет какая-то активация. Какие-то промо-страницы, какие-то игры вдогонку за фильмами, за мультфильмами проходят. И мы вот такими вещами занимались. Ну вот каковы ощущения, когда вам пишет огромная корпорация Disney. Ребят, привет, вы находитесь в Барнауле, разработаете нам что-то. Это как вот вы к этому уже относитесь? Ну на самом деле не так принципиально, где ты сидишь, где сидят разработчики. Потому что все привыкли уже, что команда сконцентрирована где-то удаленно. В Москве программисты стоят чертовски дорого. Поэтому то, что выносится все за пределы МКАДа, это абсолютно нормальная история. А когда ты начинаешь работать за большой компанией, это, как правило, очень большой вызов с точки зрения юридических договоренностей. Тебя, как правило, пытаются поставить в очень жесткие рамки, в очень интересную позу. Приходится договариваться. За все существование Panky Brands много было крутых брендинговых работ, рекламных кампаний. Вот можешь выделить какие-то три супер, которые тебе нравятся, за которые ты гордишься? На которые горжусь. Ну, естественно, я там горжусь за всякий наш проект, который попадали в Forbes. Например, пиво трое в лодке попадали в Forbes. Большой проект пивной. То есть мы делали. С вами связывался журнал Forbes? Да. Каковы эти ощущения были? Какой это год был? В 2000. По пиву они связывались, по-моему, в 2014 году. А вот еще раньше они связывались по постельному мелью Де Насте. Тоже Forbes попадал. Это абсолютно безвозмездная история? Вам за это не платят, чтобы вас размещали? Нет, и мы не платим. Поэтому они связывались, сказали, что по итогам опроса руководителей, маркетологов и прочих экспертов, вот наш проект, кандидаж в листе на попадание в рейтинг вот этот, и от нас нужен только короткий комментарий, как он шел, и еще надо контакты клиента, который бы мог это прокомментировать тоже. Мы давали эти контакты, и они в два раза попадал в наш проект туда. Какие еще были проекты? Слушай, ну мне лично нравились проекты, например, там, естественно, которыми я больше занимался, наверное, потому что ты к ним прикипаешь за это время. Один раз мы целый год делали фильм про экономику края. Где его можно посмотреть? Ну его до сих пор можно посмотреть, да хоть на Ютубе, хоть на Вимео, на нашем сайте есть, на сайте Управления экономики инвестиций. То есть мы его примерно в год делали, то есть даже больше. Мы его снимали несколько месяцев, потом еще около года я его монтировал, собирал там постпродакшн. В общем, там, на тот момент, да и сейчас, наверное, там все классно сделано. Мы покупали дорогую музыку, например, в базе Warner Music, закрытой. То есть там музыка, которую, ну, которую используют в трейлерах к фильмам, например. Там, когда покупаешь музыку, там написано, эта музыка используется в трейлере, не знаю, Interstellar, например. Вот, ну, там очень крутая штука. То есть мы тогда много сделали впервые так, как хотелось сделать. Вот, мне вот такие проекты нравились. Для тебя, Барнаул-22, сообщество, это площадка для заработка или площадка для реализации добрых дел? Для меня это больше площадка для созидания и реализации себя, как личности. То есть я несу через это сообщество в общество, в социум свои принципы. То есть все, что я заложил в развитии этого сообщества, это мои внутренние потребности, которые мне необходимо реализовать в социуме. Тебе это так понятно, нет? Довольно. То есть, если бы я использовал ее только для срубания бабла, вот прям реально поставил во главу цель заработать денег, мы бы туда пускали всякий шлак реально, который только можно пускать. На данный момент больше 50% рекламных заявок отклоняются. То есть мы себя, понимаешь, не только принципы заложили, которые по социальной, взаимопомощи и так далее, но есть и рекламные принципы, которые мы не нарушаем. Давай поговорим. Три самых таких больших проекта, на твой взгляд, которые принесли пользу Алтайскому краю благодаря площадке Барнаул-22. Ну такие три добрых дела, самых больших, которые вы делали. Сложно, слушай, вычиня. Ну, запоминающиеся какие-то. Мы самые резонансные, потому что мы еженедельно очень многим реально помогаем. Это может не так сильно освещаться. Все-таки я не сторонник с помощью вот этого «все напоказ, напоказ». Возможно, многие заметили, что мы резонанс, это выводим резонанс, только то, что мы реально хотим, ну то есть, что абсурдно вспомнить ситуацию с этой перевернувшейся фурой, когда ни МЧС, ни помогали, да, вот эти две недели, когда эта фура перевернутая лежала в центре города. И я уж тогда вышел... Какой это год был? 2017-й, наверное, не помню. То есть, фура перевернулась в центре города. Она две недели лежала на боку, и ее... Не помогали мужику ее перевернуть и увезти. Она даже была на ходу, как я помню. А потом уже мародеры, когда ее всю раздолбили, ну то есть, я, блин, думал, что за варварство какое-то? Мы живем, это же не на трассе происходит, это в центре города. И мы уже вышли, клич кинули и пошли помогать. И так же с пожарами, так же с машиной, когда сгорело, вот, многие помнят. И когда деревня начала гореть, многие дома сгорели, мы просто кидаем клич в пятницу, а в воскресенье 15 машин везем гуманитарной помощи, все, что необходимо по списку. То есть, там, вещи, первые продукты какие-то, да, можно, чтобы там, крупы и так далее. Теплые вещи в том году везли, потому что осенью пожар был. Вот. Вот. Поэтому здесь их много, вот, ситуации вот этих, их реально очень много резонансных. Я еще помню, когда Барну-22 было всего несколько тысяч человек в 2013 году, вот, все началось с того, что мы одной девочке на похороны собрали приличную сумму денег. Мы тогда еще, ну, то есть, как бы это было нормально, деньги собрались участников сообщества, все вместе скинулись на похороны, потому что не было денег похоронить эту девочку. А девочка погибла в резонансной аварии на Ленинском проспекте, Чкалово. Многие это помнят, когда там разорвало тело и так далее. И вот, собственно, с тех пор я тоже заложил один из основных принципов сообщества, чтобы, как, ну, прививать автокультуру вот эту какую-то, понимаешь? Есть тусовки, есть автомобильные движухи, какие-то там углодавания вот это вот с ручником зимой, да, но есть скорости, которые лучше не нарушать, чтобы потом спокойно жить. Вот так. И поэтому мы постоянно вот это освещаем, помогаем как-то вот в этой теме, участвуем со всеми в каких-то акциях автомобильных. То есть я вот это вот очень важно считаю. Три самых дорогих рекламных интеграций Бурнул-22. А их нету, их нету, понимаешь? Предлагали очень много денег за политику. То есть когда идут выборы, приходят и прям могут сотни тысяч предложить за то, чтобы тебя там пиарить. Когда последний раз такое предлагали? Ну, года два назад, когда у нас выборы активные шли, то есть приезжает, вот котлету денег тебе. Сколько? Ну, много, 300 тысяч. Предлагали, не взял. И надеюсь, что... Расскажи, расскажи, как это было. Ну, к тебе приезжает человек, мы не без фамилий. Мы живем в маленьком городе без фамилий. Давай, расскажи. Приезжать через друзей заходят, через друзей, знакомых. Лёг, ну, надо помочь. То есть обращаются же по-разному, то есть если обращаются политики, ну, как начинающие политики, которые идут на выборы, и они просят прям, знаешь, как разработать какую-то вот им концепцию. То есть сейчас понимаешь имидж. Вот я живу по принципу, да, такому. То есть он должен быть близок к каждому нормальному человеку. То есть береги в себе человека с большой буквы. То есть ты помогаешь, взаимопомощь, созидаешь там и так далее. А есть люди, которые приходят и хотят создать фейковый имидж в СМИ. Понимаешь, о чём мы? То есть они говорят, вот мы хотим здесь, типа, доброе дело сделать, поучаствовать, но для галочки вот так. И что хотели конкретно? То есть к тебе приходит политик? Имиджи создавать, положительные имиджи для общества. Чтобы что-то его пропиарил в сторис или что? Ну это в том числе. То есть многоуровневая реклама. То есть вот и в Барнула, Датс-Дуа, в шапках везде рекламы на две недели закрепить. Но, как многие заметят, этого нет и не будет. Я надеюсь, пока здесь... Как думаешь, что бы было по отношению к тебе, если бы ты такое сделал? Люди, конечно, они обольют грязью, обольют, скажут, там, продался и так далее. Но, слава богу, я пока держусь и насколько смогу, буду держаться. Подожди, вот здесь такой вопрос. Ты отказался от котлеты денег, 300 тысяч рублей за то, чтобы ты разместил кого-то в Барнула-22 и по всем рекламным платформам. Политическая тема рекламы. Наклевывается вопрос. Раз ты такой у нас вне денег, а какие у тебя источники дохода? Как ты зарабатываешь тогда деньги? Реклама. Барнула-22. Ну, конечно, мы, смотри, любой проект, он должен монетизироваться. Организация мероприятий, которые мы делаем, это серьезный доход, ну, какие разные проекты мы делаем. Туризм, который мы делаем обязательно в Горном Алтае, и все, многие, наверное, знают меня, что я с туристической деятельностью с детства связан. То есть, по горам, маршруты, сплавы. Мы слышали еще, что какие-то гостиницы, хостелы. Хостел, окей. Дальше. Реклама и разработка рекламных концепций для других, ну, как компаний, ИП, ООО. Ну, понимаешь, приходит человек, который занимается каким-нибудь бизнесом, общепит, не знаю, там, либо развлекательной деятельностью, и просит. Чувак, вот столько-то денег, пожалуйста, разработай мне рекламную концепцию. Как нас продвинуть грамотно за вот столечко денег? Денег много нет и так далее. Мы начинаем это разрабатывать, как это, как не слить бюджет рекламный и получить максимальный КПД. То есть, все, что связано с рекламой, с развлечением, с услугами, с туризмом, сейчас еще один хочу проект взять, новый со следующего года, вот это все приносит денег. Если брать Барнул-22 как площадку для заработка денег, мы, конечно, ее монетизируем. Создали юрлицо и работаем с крупнейшими организациями в регионе, да и России. Почему так мало клиентов в нашем регионе? Практически нет у нас клиентов с нашего региона. Во-первых, это наша ценовая политика, совершенно осознанная. Во-вторых, ну, гораздо комфортнее теперь работать все же. Когда у тебя есть резерв по деньгам, хорошая подушка, можно делать гораздо более приятные вещи, чем сидеть и кроить. Нас интересуют большие все же проекты, где много программирования, много дизайна, где есть над чем подумать, поанализировать. И меньше, чем за миллион нам просто неинтересно. Есть проекты, где это целесообразно и оправдано, но это, как правило, интеграционные проекты с плотной интеграцией с ERP-системами клиента, с какими-то сложными штуками, мобильными приложениями и есть такие запросы. Ну, просто исторически сложилось, что мы не очень любим работать с Барнулом. Создание логотипа, рекламной кампании и вот полный пакет работы с вами, заказчику, сколько обойдется? Ну, смотри, полный пакет, куда входит название, логотип, допустим, стартовая рекламная кампания, ну, сейчас обойдется тысяч, наверное, в пятьсот примерно, плюс-минус. Отчего такая цена? Ну, для нашего города цена большая? На самом деле нет, я не считаю, что она большая. То есть она большая, если ты не понимаешь, что это такое и никогда за это не платил. Объясни тогда, я уверен, что многим сейчас будет непонятно, почему полмиллиона рублей нужно отдавать вам, чтобы сделать рекламную кампанию. Мы взяли среднюю цену по рынку, в принципе, российскую, сделали поправку в наш регион, то есть она меньше, чем, допустим, такая же работа в Петербурге стоит или в Екатеринбурге в том же. Вот, и мы говорим, что это цена, за которую, за вашу проблему возьмутся определенные руки, определенные головы, то есть наши, в данном случае. Нас выбирают не только же по цене. По цене мы, да, действительно конкурировать не можем там со многими дизайн-студиями, у нас будет повыше цены. Но здесь мы даем определенные гарантии, что мы, ну, не сложаем как минимум, а как максимум, мы сделаем что-то из ряда вон выходящее. К тому подтверждению наше портфолио, к тому подтверждению наше какое-то видение. Был ли когда-нибудь у вас момент в вашей жизни, в истории компании, когда вот казалось, что все, пора закрываться? В самом начале, буквально первый год, было очень трудно выжить. Сидели, депрессировали, но вот как-то постепенно, постепенно, потихоньку карабкались. Ну, а вот кризис как раз на вас с 2008 года не сказался вообще? Прекрасно сказался, это было чумовое просто время. Дело в том, что многие компании в Москве ощутили, что бюджеты на разработку у них стали дорогие. Они начали искать подрядчиков, прыгать с места на место и натыкались на нас. И что получалось? Часть людей из компаний заказчиков увольнялась и нас тащили, как сарафанное радио, в другие компании, просто как хороших зарекомендованных подрядчиков. Очень хорошо на нас это время повлияло. Так, давайте, на самом деле, Данил, поговорим для тебя, наверное, об самом запоминающемся моменте этого года, к счастью или к сожалению, о компании Panky Brands, которая распалась. По какой причине? Ну, прям, наверное, причин было очень много, на самом деле. То есть, они все накапливались, накапливались, накапливались. Просто, если говорить дипломатическим языком, то у нас, вот с моим партнером Ильдаром, уже как бы, ну, стал не совпадать немножко вектор развития в головах. И мы решили, в общем-то, разойтись, если дипломатически сказать. Вот. Если не дипломатически, то, наверное, не стоит говорить. Ну, просто так бывает, на самом деле. Работают два человека, а потом друг в друге начинает много бесить. То есть, его бесило что-то там во мне, мне бесило в нем. И мы в итоге дошли до какой-то крайней точки, дальше которой уже, ну, невозможно было работать. И все. И, собственно, я предложил все, давайте вместе уже не работать, давай вместе не работать. Мы подписали соглашение с ним о том, как мы поступаем дальше с брендом Panky, с сайтом, с портфолио, там, с клиентами, которые были общие, с имуществом. И все. Как в итоге поступили? Panky, все, теперь... Panky никем не будет использоваться, то есть, оно как бы входит в небытие. Ну, вот смотри, нас наверняка будут смотреть молодые ребята, у которых будет появляться мысль о том, создать какой-то бизнес или проект вместе с кем-то, с другом. Вот, что бы ты мог им посоветовать, на что обращать внимание, вот, чтобы таких разладов в командах не происходило? Наверное, от этого нельзя страховаться, потому что нет никакой причины, по которой два человека могут всю жизнь работать вместе. Ну, нет таких причин, ну, серьезно. Это же люди, это живой мир, все равно такое будет. Очень грамотные книги есть, и очень грамотные, как бы, бизнесмены, они говорят, надо на момент старта прописать сразу условия, как вы будете расходиться. Это классно, но мало кто на это может решиться, потому что это как подписывать брачный контракт. Знаешь, когда муж с женой становится мужем и женой, есть такой институт брачного контракта, то есть, они сразу пишут, ага, так, вот это тебе, это мне. Но на старте, когда у всех розовые пони в головах, никто это не будет решать. Это, потому что дико звучит, а как, я же ему доверяю, как же я буду прописывать? Вот, поэтому это сильно мешает. Итак, начинать вместе, конечно, легче гораздо, чем одному, прям легче, потому что есть с кем посоветоваться, есть с кем там, кому поплакаться, есть с кем пообсуждать там какие-то проблемы. Вот, но от этого страховаться нельзя. Мне кажется, лучше посоветовать ребятам, которые это начинают, лучше посоветовать быть к этому готовым, договариваться все равно на берегу по каким-то темам. Может быть, явным образом прописывать компетенции, что вот это моя вочина, это твоя вочина, ты сюда не лезешь, а я сюда не лезу к тебе, собственно говоря. Вот, наверное, как-то так. В 2017 году мы разошлись, паркинг я ставил. Я говорю, мне надо освободить место для моих новых проектов. Место и время. Это реально, вот представь, паркинг занимал, ну, блин, ну ты с весны, наверное, апрель, май, июнь, июль, вот 4 месяца, ты просто живешь проектом. День, ночь, не видишь там сына, жену, ты работаешь, а последние еще полмесяца перед мероприятием вообще не спишь. То есть ты прям вкладываешься. И ты просто понимаешь, что потом, ну, и зачем это? То есть ты понимаешь, вот, и разногласия, они потом уже начали возникаться, что мы договорились, троем не делаем, троем делаем, либо не делаем, все. Ну, Антоха решил сделать, ну, окей, сделал, сделал, пусть, это его тоже практика же, паркинг это гигантский опыт, для меня это гигантский опыт, это реально, я бы, наверное, такой жизненный опыт нигде не получил. Поэтому это круто, все, прошли, дальше поехали. Друзьями были с ребятами? Да ему, и сейчас остаемся Контачем, и с Антоном, и с Пахой с Контачем нормально. Когда Антон дальше собирается продолжать этот проект, поэтому... А паркинг, кто здесь будет? Ну, он записал видео, оно доступно в сети, что паркинг 2020, он собрался делать. Как это будет, он и в этом должен году был его делать, я не знаю, это его отношение, как бы, я смотрю, наблюдая за этим, просто я вот к этому не отношусь, вот и все. Я хотел бы, чтобы просто в нашем городе люди делали реально все, что можно, автофесты, движухи, вот, если кто-то смотрит это видео и хочет это делать, сейчас, тем более, это легко делать. Сейчас есть куча площадок, администрация города, наоборот, поддерживает. То есть, если когда был Савинцев, нам приходили предписания, типа там, ай-яй-яй, ребята, вот вам 20 штрафов платите, то есть, нам реально, у нас были проблемы, то есть, в организации. Сейчас администрация города реально, как бы, она открыта для того, чтобы в городе что-то делалось. Поэтому сейчас вот этих барьеров серьезных нет, и ребята, которые хотят что-то делать, они пусть делают, но реально, у нас почему-то мало вот этого всего происходит. Но бизнес с друзьями лучше не делать и с родственниками. В любом случае приходят разногласия, потому что люди у всех в голове разные, и это так или иначе потом рассыпается все. Лучше партнерские отношения. Вот мы партнеры, вот есть вот такой вот уровень общения, мы общаемся. Можно с партнером же общаться немного по-дружески, но в приоритете, если ты с ним партнер, партнерские отношения. Если ты начинаешь дружбу переплетать с партнеркой, ну, потом это плохо заканчивается. Смотри, в своих сторисах, ну, в профиль, в инстаграме ты часто ругаешь представителей власти за некачественно выполненные работы или за бездействие какое-то. Но при этом тебе вручают почетные грамоты или благодарственные письма. Что из этого показуха? Наверное, благодарственные письма показуха. Потому что даже в благодарственных письмах, ну, вот, допустим, последнюю грамоту, я вот прилетел с командировки, вручили на день города. Они вручили за то, что мы делали, я очень сильно сейчас хочу уделить внимание спорту в Алтайском крае, реальная проблема с площадками. Они вручили за то, что мы проводили кубок Барнул-22 по футболу весной, и это было подмечено прям со стороны спорта региона. Они вручили от главы города подписанную благодарность. И еще одна благодарность на прошлой неделе была вручена от Министерства дорожного хозяйства, ну, дорожники транспорта, от министра. Там прям так и написали, за конструктивную критику, вот прям так и написано, за сотрудничество, потому что мы публикуем постоянно о пробках, где ямы, да, где люки. Я считаю, мы реально помогаем этим, то есть им сложно отслеживать постоянно. Мы публикуем, они видят это, мониторят и сразу устраняют там в ближайшую неделю. И, соответственно, мы ругаем, когда идет рукожопство у нас. Ну, а как? Ну, нельзя не ругать. Ну, как? Вот вчера публиковали пост, позавчера. Сегодня уже, кстати, говорят нам, Аллахова меняет эту разметку. Ну, идет у тебя 4 полосы, тут сразу 3 началось. Это провоцирует ДТП. Представьте, едут 4 ряда автомобилей, тут резко 3 становятся. Вот просто 3 начинают ряда. И, конечно, это рукожопство, это неправильно. Они признают, что да, тут накосячили, устраняют, побежали. То есть мы их критикуем конструктивно. Я никого не обливаю грязью, не оскорбляю, что тут такие-то малого. Есть проблемы? Вот мы их осветили, пожалуйста, их решите быстрее. Вот моя критика. Вот и все. Леш, тебе не кажется, что бы ты не разместил в Барнолл-22, эффект будет одинаковый о комментариях? Почему в Барнолл-22 такие злые люди в комментариях? Я к психологу обращался по этому вопросу, но со мной было интересно. Все крупные площадки, которые в интернете есть, они так или иначе концентрируют очень большую аудиторию. У нас 100-150 тысяч просмотров суммарно в сутки, в сутки по платформам. В ВКонтакте охват в Барнолл-22, где 300 тысяч, 80-100 тысяч охват в сутки. Представь, какая это аудитория. Это одна шестая часть города. Что бы мы там ни опубликовали, даже самые добрые дела, самые светлые, самые положительные посты, это все будет облито дерьмом. Все скажут, а вы пиаритесь на добрые дела. Кстати, раньше первые 2-3 года так говорили, что мы типа там пиар устраиваем. Сейчас уже все отошли от этого. Это реально принцип сообщества, взаимопомощи и так далее. Взаимовыручка между участниками сообщества. А все это обливается грязью постоянно. Что бы мы ни делали и постоянно. И продолжает меня каждый день обливать, что бы я ни разместил, что бы я ни сделал. Это обычная нормальная реакция для очень крупных площадок в интернете. Зайди на любого там популярного блогера, что бы там они ни делали, это все вот так. Зайди к Бузовой, я посмотрел. Зайди к Тимоте, что ты напишешь. То есть это понятно там, это вот реальная аудитория, которая там и грязь, и негатив, и зависть, и все-все-все в куче связок. Психолог мне что сказал? Это сублимация, вот энергия негативная выплеск. То есть люди, взрослые мужики и женщины, не только студенты и школьники. Чаще их очень мало. Они приходят и под фейками там реально высказывают очень много всего. Это реально есть чиновники, которые тоже под фейками сидят. Они же все это читают, и пресс-служба администрации города, и края. Все, все читают, про что пишут пользователи. И сами под фейками там выливают из себя вот этот вот есть, знаешь, посыл. Ну все, я хотя бы под фейком, но я тебе выскажу, сука, такой. И вот это все вылетает. Мы сняли фильм про Алтайский край в 2013 году. Такую первую сделали презентацию. Мне кажется, до этого никто подобного ничего не делал. Ну, естественно, сразу написали, что мы украли деньги. Украли деньги? Украли деньги. Ну, типа, сделали фильм, он стоил 500 тысяч. Вы же любите про деньги? Он стоил 500 тысяч рублей, фильм. На команду это все были поделены? Да, на команду. Мы работали полгода. Полгода. Сколько человек трудилось над проектом? По-моему, пятеро или шестеро человек суммарно. Я сейчас поделил это все, естественно, на шесть. Ну, ты очень грубо, конечно, так поделил, потому что, например, не учел ты, не учел, что мы покупали музыку, что мы покупали видеоматериал. В итоге, как ты думаешь, какая должна быть себестоимость проекта, чтобы он окупился? Себестоимость? Ну, допустим, тебе дали 500 тысяч, сказали, сними на фильм. Сколько ты можешь потратить из них на сам фильм, чтобы остальное было твое вознаграждение, чтобы агентство развивалось, чтобы оно взвело? Мне кажется, я бы вообще, в принципе, отнес бы отдельную смету тех обязательных затрат, которые к нам не относятся. То есть есть деньги определенные за работу и есть деньги на обязательные расходы. В плане музыки я считаю, что это заказчик должен оплачивать. Ну, нет, вот у нас это все входило. Ну, тогда здесь не могу посчитать. Ну, вот мы считали, что при хорошем раскладе нам должно остаться 1200-150. То есть ты снимаешь фильм, у тебя прямые затраты, остальное остается как вознаграждение за работу. То есть то, что ты потом пустишь на развитие, на закуп оборудование. То есть не прямые на сам проект затрат, а на агентство дальше. Так вот, у нас осталось 0 рублей. После фильма. Мы сняли его, взяли 500 тысяч и потратили 500 тысяч. А ты был руководителем вот этого проекта? Да. Ну, как отнеслись коллеги по цеху? Где наши деньги? Ну, они никак не отнеслись у нас, потому что такое бывало, но это был первый такой проект. То есть я как продюсер, получается, здесь допустил, наверное, ошибку, что мне надо было удешевить все, а я не хотел этого делать, потому что мне хотелось все самое лучшее сделать. То есть мне хотелось самую лучшую музыку, мне хотелось потратить деньги на… Мне хотелось, вернее, купить самые лучшие кадры, там, если мы покупали кадры. Мне хотелось работать с самыми лучшими операторами. Мне хотелось графику сделать классную, а не как всегда, например. То есть мне хотелось потратить на него свое время и время команды, чтобы добиться, ну, самых лучших, там, монтажных вещей, чтобы все под музыку было, чтобы вообще… Я с кучей людей связался, там, кто снимал какие-то кадры, там, таймлэпсы классные. Я заказал отдельное цветовое, называется, грейдинг цветовое, то есть color grading, когда красят видео. То есть это все заказывалось отдельно, и мне хотелось, чтобы он был самый лучший. И поэтому мы вышли за бюджет. В итоге он стал крутым. Он стал крутым, мы получили очень много отзывов, мы получили потом еще заказы благодаря нему. И, в принципе, вот в плане всего остального, кроме денег, он получился. Как мне кажется. Да, просто, я так понимаю, все идет к тому, что мы скоро прокатимся на одном из этих зверей, которые так или иначе относятся к вашему хобби. Говорят, что в Барнауле нечем заняться, но вот находясь на аэродроме, мы можем точно сказать, что это не так. Почему самолеты? Вот вопрос, это мечта с детства, или это из категории «могу себе позволить»? Это точно мечта с детства и случайное счастливое стечение обстоятельств. Расскажите поподробнее, вот что нужно, сколько стоит в месяц такое хобби? Заниматься спортивной авиацией, ну, позволить себе могут люди, которые что-то только зарабатывают, только предприниматели, к сожалению, это удовольствие очень недешевое. Сколько? Нет. Нет? Хорошо, больше 100 тысяч рублей в месяц? Меньше. Меньше? У вас личные самолеты или... Да. Личные? Как давно вы летаете? Пятый или шестой год. Как на это вообще можно обучиться? Что нужно сделать? Куда прийти? Смотри, в Барнауле это сделать практически невозможно. Ближайшее место, где более-менее нормально учат, это город Новосибирск. Процедура похожа на то, как получать автомобильные права. Нужно сдать теорию, нужно быть полностью здоровым, пройти летную комиссию, и нужно отучиться порядка 44 часов, сдать экзамены. Что легче, пилотировать самолет или управлять компанией? Самолетом управлять легче. На какой машине ты сейчас ездишь? На какой? У меня нет машины. Я не вожу. Нету прав даже? Нету прав. Это какой-то выбор сознательный? Да, был выбор сознательный довольно долго. Ну, наверное, знаешь, не выбор сознательный, а такой неохота. Неохота, 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 держишься в сторонке, держишься в сторонке. То есть было несколько попыток закончить автошколу неудачных, то бросил, то не сдал город и расстроился, и тоже бросил. Ну, можно купить права. Я не хочу. Мне предлагали. Никогда последний раз нарушал правила дорожного причина? Да я каждый день нарушаю. Ну, каждый день все нарушают. Ну, блин, где-то я, может, перестроился, не заметил, где-то на желтый проехал. Но четко у меня есть понимание. Если я нарушу где-то прям критично, знаешь, на красный приеду, еще я осознанно, ну, сразу пришлю, скажу, а, Алеша, ну, ай-эй-эй, они часто ли так тоже делают? Люди у меня, когда машина яркая, цветная была, я где-то припарковался бампером, знаешь, там, на эти, ну, то есть какие-то есть разметки и так далее, мне прям фотку кидают. А, куриленок, не нарушаешь, там, вот так вот представить. Было в последний раз такое, допустим, взять этот же бот, останавливать, нарушил, факт? Не, всегда штрафуют, всегда штрафуют все-таки у сотрудников ГИБДД. Я не знаю, я к нему жительно отношусь, но я думаю, что я им все-таки проблем тоже много доставляю реальные. Мы публикуем очень много фоток и видео и резонансных аварий, но я это делаю из созидательных побуждений, потому что только человек, когда увидит вот это все, как это со стороны, как вот это все впоследствии, только тогда у него вот здесь начинает щелкать, ну, что, понимаешь, да, доходить. И поэтому сотрудникам ГИБДД, как они меня всегда останавливают, даже что-то за телефон загорелся или все что-то, они меня штрафуют. То есть ни разу не было такого, что меня там отпустили, даже узнали. Многие узнают, но штрафуют. Я говорю, окей, нарушил, выписывайте, оплатим. Что на текущий момент из себя сейчас представляет компания? Два слова. По сути, она представляет собой что-то очень похожее на панк, у брендов, даже количество людей осталось примерно таким же. То есть сейчас у нас 12 человек в штате. У нас тот же продакшн-офис в Парнауле. Мы, то есть в том же режиме работаем, как и работали, наверное. Мы также брендинговое агентство, мы также делаем рекламные кампании. Сейчас есть планы уходить куда-то больше в диджитал, то есть условно в рекламных кампаниях делать уклонный интернет, а не на офлайн. Создание столовой внутри офиса – это минимизация расходов или такая фишка? Ну, это не столовая, а такой буфет. Так, ну, смотри, Данил, я увидел большое количество бутылок. Надеюсь, это выкат было не за эту неделю, а за все существование. А в чем прикол? Почему ты там зал разрешил, давайте, говорит, на работе пить можно? Слушай, ну мы же не, например, пьем на работе. У нас есть празднование сдачи клиентам проектов, например. То есть как-то такая традиция пару лет назад завелась, что если проект принят, то мы идем за шампанским, мы бутылку шампанского просто можем выпить. А вообще все вечеринки вечером. А, ну то есть нет такого, чтобы в рабочее время себя за компьютером такой, налил себе коньячка маленький, чтобы… Ну, тоже к вечеру больше. К вечеру больше? Да. Если у кого-то сильный стресс, как бы мы не запрещаем. Сам как к алкоголю? Сам днем вообще плохо отношусь к алкоголю, то есть у меня выбивает сразу из рабочего графика, тоже в основном только вечером, если… То есть вот даже когда шампанское пьем, я не пью, потому что я знаю, что все выпили, и у меня все… Ну, как… Рабочий настрой улетает, улетучивает. Выпил и весь день свободный. Да, выпил и весь день свободный, да. Поэтому днем нет. Мне кажется, каждый свое рабочее место делает так, как ему комфортно. Ну, в целом, да. Я это самое… Я вообще за это, то есть… Что-то делаю рабочие места. То есть люди проводят большую часть своего времени все-таки, и мне кажется, надо делать так, чтобы тебе было комфортно. Владимир, мы хотим вас пригласить на форум, который будет у нас в начале декабря, как спикера. Если буду здесь, в Барнауле, то с удовольствием. Данил, у нас есть идея, которая уже набирает обороты. Это форум «Родился, пригодился», который будет в начале декабря. Мы же, как пацаны молодые, мы же не можем дату вот уже придумать. Мы вот пока пыркаемся где-то в районе первых чисел декабря. Это общеобразовательный форум, в котором мы бы хотели показать людям, пришедшим на этот форум, участников выпуска «Родился, пригодился», которых, к слову, будет 9, и хотели бы тебя позвать как спикера на этот форум. С презентацией о себе, о своей жизни, реализации в этом городе, о компании. В общем, тему мы обязательно тебе придумаем, и я думаю, ты ее придумаешь, что процентов самостоятельно. Да, мы уточним даты, но если с датой все будет окей, примешь ли ты наше приглашение? Ну, конечно, да. Давайте. Супер. Мы, парни молодые, мы не нашли пока площадку, поэтому, ребят, пишите в директ, если… В директ? А, мы же на ютубе снимаем. Пишите в комментариях и звоните нам, если у вас есть какая-то большая площадка на тысячу человек. На тысячу человек? Данил, кивни вот так, как будто мы сможем. Мы сможем, мы верим в это. Тысячу человек вот сюда пишите. Вот, вот он номер монтажеры. Работайте. Леш, давай сделаем с тобой конкурс. Давай. Значит, условия конкурса максимально простые. Вам, уважаемые зрители, читатели, идите ко мне поближе, нужно будет написать историю о том, как вы заработали свои первые деньги и на что потратили. Писать обязательно на ютуб-канал. Наш, родился-пригодился. Не его, не Барнаул 22 в комментариях, а к нам на ютуб-канал. И мы с удовольствием уже вместе выберем самые классные, волнительные истории. И наградим чем? Алексей, чем будем награждать от вас Барнаул 22? Да, я думаю, так как концепция данного видеовыпуска направлена на помощь в созидании и развитии, это будет моя консультация большая по разработке рекламной кампании для какого-то начинающего бизнеса и бесплатный большой пакет размещения рекламной интеграции, необычный, необычно подадим, в Барнаул 22 на всех площадках. Поэтому, я думаю, будет это моей большой помощью и вкладом таким вот для ребят, которые выйдут. От нашей компании, от Сибирикса, мы подарим курс управления диджитал проектами. Это для тех, кто хочет посвятить себя разработке программного обеспечения, разработке сайтов и управлять людьми в этой отрасли. Сколько стоит курс такой? Порядка 50 тысяч. Давай мы от нашего агентства «За слово» подарим все-таки концепцию айдентики, куда войдет логотип и какой-то минимальный набор графики, кроме логотипа. Вот какой, я пока не знаю, смотря что за проект. Ну да, будем уже в частных случаях решать. Да, да, да. Такая история стоит около 250 тысяч рублей. Да, 250 тысяч такая история у нас стоит. Ну, сделаем так же круто, не менее круто, чем мы делаем коммерческие проекты. То есть, как бы, тут уж могу обещать, что отнесемся абсолютно так же, как обычным проектам. Не ожидали? В третьем выпуске 250 тысяч рублей только от Данила. Поэтому, ребят, скорее пишите, заходите на YouTube-канал «Родился, пригодился» в комментариях. Пишите, как вы заработали свои первые деньги. Насколько это было смешно, мы узнаем уже, обсуждая варианты ваших историй вместе. Ты сейчас выдыхаешь, выгружаешь из карманов ключи, мелочи, презервативы, все, что у тебя там есть и накопилось. И мы с тобой идем грузиться в самолет. Ну что, начнем? Поехали! Я не знаю! Так, рулю я, да, получается? Я там тебе порулить? Так, не надо, спасибо, я... Я люблю вам, я люблю вот на пассажирство. Когда на самолете, знаете, я люблю на пассажирство. Какая разница, когда ты любишь? Да, конечно, поунижайте меня в профессии, где вы чемпион. Еще, по-моему, третий был. Семья чуть-чуть. Ну и поехали. А кормить будут? Кормить. Давай, сделай. Пилот он на время летал Паша Барков. И он довольно жесткий пилотажник. Покатушник приехал, он жестко попилотировал, покатушник вылазит с самолета и идет блевать. Рядом на родноме жила собачка, привезли ее Гоша называлась. Собачка тоже прибегает и все это хавает. Я хавать буду, чёшь? Вот это контент. И, значит, у нас с тех пор пошло кормить собаку. Что для этого нужно? Покатушник одна штука, самолет одна штука. А пока одна штука. Собака одна штука, да. Я готов, можно запускаться. Что мы сейчас с тобой делаем? Я запускаю самолет, ребята, соответственно, отходят предварительно. После запуска ты надеваешь вот эту гарнитуру на голову и мы с тобой просто по ней разговариваем. Микрофончик должен быть в районе губы. Понял? Город, который все помнит. Город, который простит. У каждого своя колокольня. И каждый сам выбирает, где жить. Город-герой для кого-то. Для кого-то город любви. И я на автопилоте хожу по нему. Я люблю по нему ходить. Город, который все знает. Город, который поймет. У каждого своя полоса для взлета. И каждый сам выбирает себе полет. Город, который все знает. Город мечты может быть. И пусть два часа от края до края. Но если сложно, то он помогает. Город, который все знает. Продолжение следует...